Здравствуйте, друзья! Как вы проголосовали в вопросе на моем телеграм-канале, ссылка в описании под видео. Тема сегодняшнего видео будет альтернативная прошивка IP-камеры Xiaofang 1S, ее интеграция в систему Home Assistant и примеры использования. Кстати, хочу сказать, что для владельцев камер DAFANG, белый холодильничек, этот мануал тоже будет актуальным. Я использовал материалы проекта Элиаса Котляра, который поддерживает несколько моделей камер, числе которых Xiaofang 1S и DAFANG, правда с примечанием, только с процессором T20. В моем распоряжении имеется камера вот с такой маркировкой, ссылка на ее обзор тоже в описании под видео. Переходим на страницу инсталляции и качаем бинарный файл прошивки для нашего типа камеры. Далее нам понадобится microSD карта, рекомендовано использовать что-то старенькое и небольшое, типа 512 мегабайт. Самая старая и мелкая, которую я нашел на 1 гигабайт. Форматируем ее в FAT32, это обязательно. И записываем загруженную прошивку, переименовав ее в DemoBin. Вставляем подготовленную флешку в отключенную от питания камеру. Зажимаем кнопку сброса и после этого подключаем кабель питания. Ждем примерно 10 секунд, после чего отпускаем кнопку. Запускается процесс прошивки, о котором сигнализирует мерцание голубого светодиода. Он продолжается минуты 3-4, после чего диод перестает мерцать и камеру можно отключить от питания. Если это поворотная камера, то нужно дождаться, когда она начнет двигаться. Если что-то пошло не так, нужно поискать другую карту памяти. Теперь нужно скачать весь репозиторий. На Windows системе его можно загрузить в виде zip файла. В архиве находим папку firmware mode и ее содержимое переписываем в корневую папку карты памяти. После этого находим на карте памяти в папке config файл vpa.supplicant.conf.dist и копируем его туда же, но убрав расширение dist. Далее открываем его текстовым редактором и прописываем в поле SSID название своей Wi-Fi сети, а в поле PSK пароль. Теперь вставляем подготовленную карту в камеру и включаем питание. Если все сделано правильно, то камера под именем DAFUNK или поиском по MAC адресу обнаружится в DHCP списке роутеров. Для нормальной работы ей нужно дать статический адрес. С GitHub страницы с описанием интеграции в Home Assistant берем шаблон и вставляем его со своим IP адресом в раздел камера в Configuration YAML, после чего instance нужно перегрузить. Пример вывода изображения с камеры в интерфейсе Low Lace при помощи карты Picture Entity. Нужно указать имя камеры как в конфиге и разрешить живой просмотр. Проверяем все ли работает. В качестве примеров использования я покажу, как снимать фото и сохранять видео, а также как отправлять их при помощи на Тифай, в Телеграме и на электронную почту, а также при помощи сервиса Telegram Bot. Самих настроек Телеграма я касаться не буду, так как большинство вопросов касается обходов блокировок. У меня же никаких блокировок нету и все настройки абсолютно штатные, ровно так же, как указаны на странице интеграции. На мой взгляд удобнее использовать скрипты, так как их можно вызывать из автоматизации, как действие на какое-либо событие, так использовать как самостоятельные сущности. Рассмотрим два варианта. Первый вариант – отправка при помощи сервиса на Тифай. Она одинаково актуальна как для Телеграма, так и для электронной почты. Возможно, она будет работать еще с какими-то сервисами, но я их не проверял. В моих примерах скрипты состоят из трех частей. Первая часть скрипта – это текстовое уведомление о событии. Он использует данные сенсора времени и даты для фиксации время события. Эта часть совершенно не обязательно, просто как пример. Вторая часть уже обязательно – это сервис камера Snapshot. Он сохраняет текущее изображение с камеры в указанный файл. В моем примере используется папка www.camcaptures. Далее небольшая задержка – в моем примере 5 секунд, чтобы изображение успело сохраниться. И, используя сервис на Тифай, в моем примере Телеграм, точно так же можно использовать и для электронной почты, отправляем файл на нужный Телеграм ID или адрес электронной почты. К достоинствам этого метода можно отнести, кроме его универсальности он работает и для Телеграма, и для почты, то, что в одном уведомлении можно использовать сразу несколько файлов, если вы, например, получаете изображение с нескольких камер или делаете несколько подряд снимков с одной. К недостаткам этого метода нужно отнести то, что если вам надо отправить на несколько адресатов, вам надо каждый раз повторять вот этот блок на Тифай Телеграм или на Тифай Эмейл. Для съемки видео используем такую же точную логику, только на этот раз используем сервис Camera Record. Обязательные параметры это имя камеры и сохраняемый файл. Длительность ролика по умолчанию 30 секунд, я поставил 15. Далее задержка для записи файла, она выясняется экспериментально, в моем примере 35 секунд. Далее при помощи этого же сервиса отправляем снятый ролик. Аналогично можем отправлять несколько роликов, либо, если нам нужно несколько адресатов, опять же делаем копии этого блока. Для отправки исключительно в Телеграм можно использовать сервис Telegram Bot. Начало данных скриптов полностью аналогично уже рассмотренным. Уведомление, если нужно, съемка, пауза. Отправка же происходит при помощи сервисов Telegram Bot Send Photo для фотографий и Telegram Bot Send Video для видео, также с указанием пути к файлу. Различие состоит в том, что при помощи этого сервиса можно делать мультиадресную рассылку, указывая несколько чат-айди, и тогда эти сообщения пойдут нескольким адресатом. Минус является в том, что он работает, во-первых, только для Телеграма, а во-вторых, если вам нужно отправить несколько фотографий или изображений, вам придется, опять же, копировать вот этот блок отправки изображений или видео. Вот так выглядят примеры работы этих скриптов. Они абсолютно идентичны для одной фотографии одного адресата, что для Notify, что для Телеграм-бота. Продолжение следует... На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новое видео, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!